МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Продолжим сегодня историю огненных дел, фейерверков. Но теперь уже перенесёмся в Европу. Принято считать, что в Европу секрет изготовления петард и фейерверков привёз в конце 13 века Марко Поло. Но при всём почтении к великому путешественнику похоже, что он не был первым. По всей видимости, с этим ярким и шумным искусством европейцев познакомили монголы, которые принесли китайские стрелы на Запад ещё где-то во второй половине 13 века. Первый из известных европейских фейерверков состоялся в 1379 году в итальянской Вичанце. И постепенно огненное зрелище стало распространяться по Европе. К примеру, в 1519 году состоялся грандиозный фейерверк в германском Аугсбурге, а год спустя в Киеле по случаю встречи французского короля Франциска I с императором Генрихом VIII. И вскоре яркие огненные потехи превратились в неизменный атрибут всех более или менее значительных европейских праздников. В наше Отечество огненные забавы пришли в самом начале 17 века. Сохранилось описание фейерверка, устроенного Лжедмитрием I в честь бракосочетания с Мариной Мнишек в 1606 году. И похоже, что с этого невиданного ранее зрелища и началась эпоха огненных развлечений на Руси. В царствовании I из Романовых Михаила Федоровича была устроена потешная палата, которая в том числе ведала фейерверками. А в правлении его сына Алексея Михайловича такие потехи стали необычайно популярными среди русской знати. Спрос на ракеты и шутихи оказался настолько большим, что в 1680 году в Москве пришлось открывать специальную мастерскую для их изготовления. Но подлинная слава фейерверков пришла на Русь вместе с Петром I. Царь-преобразователь собственноручно приготовлял на потешном дворе ракеты, шутихи, колеса и огненные картины. «Первый фейерверк, какого Москва никогда не видывала, писал русский исследователь Цитович, был запущен 18-летним царем на реке Пресне 26 февраля 1690 года в присутствии царицы, царевин, всего двора при огромном стечении народа. Царь Петр относился к огненным забавам со всей страстью и как-то сказал, отец мой очень любил охоту, а я более люблю плавать по морям, пускать фейерверки и строить корабли». 1 января 1710 года в Москве по случаю Полтавской битвы был устроен особый фейерверк. Его описание сохранилось до наших дней в архиве древних актов. Читаем. Гора Каменная, изъявляющая шведское государство. Лев, выходящий из зоны горы, являл армию шведскую. Столб с короной, являющий государство российское, к которому лев приблизился. Потом явился орел для защищения ионного столба, изъявляющую армию российскую. Ионного льва перуном, то есть огненными стрелами, расшиб с великим громом. Аллегорические фигуры были очень популярны. В 18 веке при устройстве фейерверков в снопах огня можно было увидеть Марса, Меркурия, Нептуна и других персонажей античной мифологии. Со временем фейерверки разделили на казенные и частные, а проводили их по установленному распорядку. Подготовка и проведение фейерверковых представлений в первой половине 18 века была поставлена на твердую бюрократическую и даже научную основу. Сперва поступало официальное поручение Академии наук составить программу. Это поручалось видным ученым того времени, например, Михаиле Ломоносову или Ивану Кулибину. Ученые мужей использовали для огненного дела свои знания в области мифологии, геральдики, истории, химии и составляли подробную программу. Далее эту программу отсылали в канцелярию артиллерии и фортификации, где уже следовали указания на изготовление нужных пиротехнических приспособлений. После чего сооружался фейерверочный театр, огромный помост, на котором размещались все перечисленные в программе фигуры и декорации. Фейерверочный театр императрицы Анны Иоанновны описывался так. «Место, где сие позоричное строение поставлено, есть на берегу Невы реки. На тысяче сваях утвержденный театр фейерверка, который против палаты Ее Императорского Величества так способно построен, что с правой стороны кунсткамеры с невысоким обсерваторием, а с левой крепость церковную колокольню имеет, которая, когда они такожде иллюминированы, смотрящим на то, не инако кажутся, как бы они для того нарочно так сделаны были». На протяжении всего XVIII века фейерверочные представления занимали первостепенное место в программах различных праздников. И хотя Екатерина II относилась к огненным забавам как к весьма однообразному и надоедливому зрелищу, но именно в ее царствовании российские праздники с треском и художественным огнем достигли своего наивысшего расцвета. Как писал главный организатор царских фейерверков, гравер и первый русский искусствовед Яков Штеллин, огненные упражнения, как и вообще все искусство фейерверков, достигли такой высокой степени совершенства, какого до сих пор, кроме российского императорского двора, нигде в другом месте не видана еще и неизвестна. И российские императоры относились к фейерверкам уже как к важному государственному делу. Коронации, как и другие события, имевшие важное политическое значение, должны были непременно сопровождаться впечатляющими огненными действиями. В 1809 году под руководством графа Рокчеева было разработано положение о фейерверках. Теперь уже огненные дела были систематизированы и поставлены под контроль государства. И любой желающий мог заказать в военной лаборатории проведение фейерверка. В первой половине XIX века фейерверочное искусство обогатилось двумя новшествами – ракетами с парашютом и боевыми ракетами. Первые позволяли увеличить время горения в воздухе цветных огней за счет замедленного спуска на парашюте. А вторые дали возможность увеличить вес искрометной начинки ракет. А затем в ход пошла бертолетовая соль, полученная еще в 1786 году французским химиком Клодом Бертоле. Именно она послужила основой для создания ярких цветных огней. Это произвело настоящую революцию в огненном искусстве и подняло на новый уровень зрелищный эффект фейерверка. Проведение фейерверков стало доступно многим. Это привело во второй половине XIX века к резкому увеличению числа частных фабрик, которые специализировались на изготовлении и проведении огненных дел. В начале XX века небольшие огненные праздненства устраивались на дачах и в городских парках. Так красиво зажигать теперь уже могли как частные лица, так и весьма скромные общества и организации. Ну а закончим мы сегодняшнюю программу стихотворением русского поэта и драматурга конца XVIII века Александра Клушина. Оно было написано по следам фейерверка, устроенного в Орле по случаю коронации Павла I в 1797 году. Это подлинный шедевр словесной пиротехники. Там звезд алмазных миллионы, Одни во след другим летят, Катятся, рвутся и шипят, Там грома грохот, ядер стоны, Там в изумлении народ Колеблет кликом небосвод. Это была программа «Обыкновенная история». Обыкновенность повседневна. До скорой встречи! Редактор субтитров А.Семкин